приветствую всех на канале Мотковод с вами я Юбак Игорь моя любимая жена Машенька Машенька привет привет итак друзья позавчера у меня был разговор с человеком по поводу пчел и посоветовал мне ну пасечник хвала такому пасечнику это взрослый пчеловод хорошие у него пчелы хороший сам человек иногда но как говорю иногда никогда не не всегда поделится советом ну и был у меня с ним разговор и разговаривали мы как раз о расширении и говорю но он говорит я расширяю вощиной а я ему говорю мол ну я вижу что у меня пчелы тянут вощину но много суши оставляю ее на ну буду расширять сушью и дядя Ваня пчеловод говорит мне а зачем ты расширять сушью расширяй вощиной расширяй вощиной так как сейчас они строят ее осваивают это очень классно а в мае когда продашь пакеты когда у тебя останется безматочная семья и пчелы неохотно тянут в это время вощину а расплода в тот момент много и каждый раз каждый день вылупляется еще расплод и наполняет улей расширить не будешь не будешь иметь чем а будешь тогда подставлять сушь и мне эта идея очень интересно понравилась и мы вчера были на этом тачку тоже расширяли вощину это было пять часов вечера сейчас 10 часов дня это сколько получается прошло 16 часов времени и хочу увидеть что они сделали за 16 часов ну и сразу же вам показать как будем дальше расширять какие на данный момент ну семьи и а в этом конкретно улей увидим что произошло за 16 часов времени после постановки вощины вот это вощина она была подложена между расплодной и и кормовой и сейчас увидим вощина оттянута полностью да ну совсем ну в глубину оттянута процентов на 60 глубина еще не полностью оттянут ну друзья это прошло 16 это прошла ночь потому что сейчас здесь часов дня утра у нас буквально полчаса может чуть больше потому что пчелки уже возвращаются с пыльцой как начали летать можем минут сорок ну пускай будет даже час но часа конечно еще не прошло это пошла ночь они ее отстроили и работают так что еще раз поблагодарю дядю ваню за такие совет это вроде бы элементарный совет но как-то до меня до самого не дошло что можно такое делать сейчас ну хотим дальше расширять если кому будет но не верится можем другой любовью я просто не помню мы во все вложили но либо слабенький мы в него не ложили вот соседние откроем тут расширяли да тут этой ващиной решили она подымем нет не ващина это две кормовые вот ващины тут такая же точно картина как и в том муле точно такая же отстроенная завтра после завтра уже на этой ващине будет марка будет развиваться это у нас либо слабенькая семейка а нет это не она посмотрим еще тут или это какая-то у нас слабенькая машенька посмотрите по записи некоторые семьи позволяли себе расширить на две рамочки хоть это нежелательно было но мы решили расширить на две рамочки нервы учи гнездо ставлю ставлю ну ставили за пределами гнезда тут такая же точно картина все семьи оттянули можно сказать сейчас посмотрим где мы поставили две машенька скажет номер семьи 29 29 так это вот нет а вот да 29 это тут поставили две сейчас увидим тут эту поставили эту значит гнездо получается ну гнездо на этой рамочке тоже есть расплод а гнездо на этих пяти рамках это же кормовая может есть пару яиц но это не страшно мы одну ставили значит нервы учи гнездо а другую тут она особо ничего не порвало мы сейчас посмотрим разницу между рамкой которая была с этой стороны и со стороны гнезда если разница но в этих семьях чуть-чуть может не чуть-чуть также точно так же точно оттянули как и сейчас посмотрим вторую рамочку а оставшиеся суш пойдет на расширение после продажи пакетов ну вот это можно сказать чуть чуть меньше чуть чуть-чуть меньше вся ващина долина меда ващина хорошая хорошая я доволен так ну и сейчас будем расширять дальше так друзья тут мы закончили на этой семье на это это поздний отвод поздний отвода который уже был расширен на одну ващину ой который был уже расширен на одну ващину вот так он выглядит на сегодняшний день хоть мы поставили ващину и крайнюю но ее матка по-моему засеяла домашенька не помнишь да тут уже понемногу печатают мед и это все засеяно соответственно в этом уле ставим ващину опять крайний чтобы не рвать тут гнездо хотя в этой семье мне кажется можно 2 поставить домашний до поставим 2 одну поставим 2 одну последний эксперимент с зимними отводками я остался доволен хоть одна и семья получилась слабенькая но две получились хорошие семьи это хороший плюс для пасеки лепят 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 меня не лепят я доставать рамочки не буду так как не вижу в этом необходимости это рамочка полностью кровь тут на всех рамочках расплод друзья надо отодвинуть немного тут на всех рамочках расплод как настроили достану наверно эту рамочку потому что мне надо будет почистить вот такой расплодик вот такой расплодик так Машенька подавим подавим пожалуйста из-за неправильных размеров улья и рамок ну вот такой результат это конечно не есть хорошо еще тут если бы просто она пчелы там настраивали но там же и все матка сеет это все засеяно и это если бы это было все в гнезде соответственно это было бы плюс а так это приходится отрывать и выкидывать на сегодняшний день у нас остались уже только рамки но евро рамки уже будем пользовать но в этом году будем пользовать их а дальше в процессе практика нам покажет будем мы останавливаться на этих рамках или же мы будем переходить опять на рамки без плечиков или мы будем переходить на рамки без плечиков так как плечики для нас это новое нет у нас холодной притворной а может и есть ну Машенька нажми на паузу я поищу и так друзья ну вот тут семейка на восьмых рамках мы отсюда заберем притворную и поставим в ту семью ну и сразу вам ее тоже покажем вот так она на сегодняшний день обсиживает уже корпус вот такой пчелы запретворной так эту ставим сюда и закрываем смысл в такой семье ворушить гнездо на данный момент вообще не вижу так как видно что эта семья справляется со всеми поставленные на нее задачи и соответственно в такой семье не должно быть никаких проблем так что ничего тут не ворушим отодвигаем одну рамочку смотрим на нее ну что это кормовая рамочка а то расплодная отрезаю чтобы не упало этой рамочкой уже гнездо расширялось можем посмотреть можем посмотреть да это все засеяно а это все новый мед покажи машенька показывай так как молчишь ех она не засеяно она уже в личинках просто личинки такого же цвета как и есть будем надеяться что получилось да это полностью все засеян но это не ващина это еще суш подложилось потому что первое расширение мы делали сушью до нас не дошла такая мысль я не уверен друзья что она бы до меня дошла может когда нибудь конечно бы и дошла но благодаря таким пасечникам как дядя Ваня он мне подсказал и как на мой взгляд очень мне этим помог и вот друзья вот этим и мы занимаемся мы тоже даем своим не мы показываем свое пчеловодство чтобы люди могли что-то для себя взять потому что на наш взгляд мы делаем довольно неплохо что показывает конечный результат показывает состояние семей показывает ну и все остальное так что друзья честь хвала таким пчеловодам которые делятся советами вот такими подсказками они сидят дома и думают что они самые умные и молчат все друзья будем заканчивать на сегодня если есть желание давайте еще одну семью посмотрим давай уже эту это тоже слабенькая семейка ну как слабенькая отводочек но она еще на шестех рамках может ее тоже сейчас расширим до двух рамок увидим может до одной только вот тут расплод на этой рамке расширим ее на одну рамочку на этой рамке расплод ставим одну рамочку и закрываем кто помнит кто следит внимательно за нашим каналом мы говорили что будем ровнять семьи после зимовки но это не произошло так как на данный момент не вижу ну в этих улях не вижу необходимости но все таки немного ровнение будет происходить но оно будет друзья происходить в момент стряски пчел для заселки нуклеуса почему мы так решили это я тоже считаю хорошим советом для интересующихся пчеловодов потому что если сейчас ровнять семьи значит соответственно мне надо переворошить гнездо взять рамку от печатного расплода на выходе стрясти ее принести в улей что мне принесет работу первое лезть в гнездо и полностью его ворошить это займет время во вторых стрясывание пчелиной рамки оно не очень хорошо сказывается на расплод какая-то личинка помрет при этом стряхивании оно не массово но оно происходит а когда мы будем уже друзья трясти мы и так гнездо ворошим полностью так как нам надо убедиться где матка после того мы принимаем решение не с каких рамок трясти и в любом случае ее стрясаю и когда она у нас уже в руках стряшена и знаючи семейки где вот такие отстающие как это на данный момент на 7 ранг мы просто по тетрадке идем приоткрываем этот улей ложим эту рамочку закрываем и уходим что позволяет нам сделать такую операцию но опять же не много работы выполнить уменьшим количество работ ладно друзья все на сегодня буду заканчивать с вами были мы подписываемся на наш канал ставим классы кому не нравится дизлайки всем пока пока спасибо 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 спасибо